Священно-мученик Иоанн родился в 1880 году в селе Васильевском Вологодской губернии в семье псаломщика. Окончив 17 лет Вологодское духовное училище, он был назначен псаломщиком Васильевскую Тошнинскую церковь, а в 1904 году рукоположен к этой церкви Водиакона. Спустя два года диакон Иоанн перешел служить во Власиевскую церковь в Вологде. В 20-х годах сей храм был закрыт, и Иоанн Александрович был направлен в храм в честь великомученицы Параскевы Пятницы. В 1929 году диакон, супруга и тремя детьми были выселены из дома как семья священнослужителей, и власти потребовали от супруги, чтобы она развелась с мужем. Чтобы отвезти от детей угрозу преследования, бедные супруги согласились, и с тех пор пришлось им жить отдельно. В 1930 году был закрыт и этот храм, и диакон Иоанн был назначен служить в храм Рождества Богородицы. А при храме этом было городское кладбище, которое безбожные власти вознамерились уничтожить под железнодорожные пути, а под этим предлогом закрыть и сам храм. Жители Вологды, прихожане храма и все священнослужители возмутились таким кощунством и написали коллективную жалобу во ВЦИК. Вскоре священники, диаконы и некоторые из прихожан были арестованы, в том числе и диакон Иоанн Преображенский. Он был допрошен всего лишь раз, но все обвинения в контрреволюционной агитации он отклонил. Однако по сталинскому распоряжению о массовых репрессиях Иоанн Александрович был осужден на 10 лет лагерей, и меньше чем через год диакон скончался в Каргопольском лагере и был погребен в безвестной могиле. 11 июня. День памяти священномученика Иоанна Преображенского Протодиакона. 12 июня. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...